С 1 июля заработная плата работников лесного хозяйства Алматинской области увеличится на 100%. Сейчас минимальный месячный размер заработной платы у работников лесного хозяйства составляет немногим более 60 тысяч тенге. Вместе с тем техника, с которой они работают, изношена больше чем наполовину. И это несмотря на то, что сотрудники лесного хозяйства выращивают один из самых редких и крупных видов ели – шренка. Наш корреспондент посетил лесное хозяйство и ознакомился с нынешним его состоянием. Подробности в следующем сюжете. Кигинское лесохозяйственное учреждение является крупным лесозаготовительным объектом в Алматинской области. Сегодня здесь на площади 42 гектаров засеяно более 284 тысяч елей из шренка. Лесное хозяйство в селе Жаланаш – одно из таких. Сейчас тут идет сезон работы по высадке и уходу за деревьями. А потому требуется помощь дополнительных рук сезонных рабочих. По словам специалистов, уход за зелеными наслаждениями – труд весьма кропотливый. У Майры Кутбаева работа в питомнике начинается уже с раннего утра. Ведь уход за маленькими деревьями должен быть систематичным. Я начала работать с 2014 года. В этом году уже 13 лет. Процесс нашей работы начинается с того, что мы закапываем семена, делаем ряды, проходимся с сейлкой и сажаем семена. Каждый раз пропалываем и очищаем от сорной травы. Ели в этом ряду были посажены в 2020 году. Эти саженцы прошли такой же процесс, как и все. И когда-то были семенами. Благодаря уходу и упорному труду сейчас им уже три года. Выращивание саженцев еле – дело нелегкое. Специалисты говорят, что весь процесс занимает 8 месяцев. Работа началась еще с августа прошлого года. С деревьев возрастом 35 лет собирали 200 килограммов семян. После сушки их отправляют в Центр производства семян в городе Алматы для определения вида будущих деревьев. После этого семена на протяжении 45 дней хранятся в земле под снегом. После чего томятся в теплой воде. И только в начале июня, когда температура воздуха становится достаточно высокой, семена высаживают в землю и защищают от птиц и животных в течение 70 дней. До тех пор, пока там не взойдут первые росточки. Вырастить лес – очень тяжелая работа. Лес начинается с одного семени. Однако перед тем, как посадить это семя, нужно подготовить почву. И процесс подготовки земли иногда занимает годы. Семена накрываются специальными защитными пластинками, под которыми растут порядка 4 лет. И спустя только 4 года мы их вывозим в специально подготовленные места в лесу. Для успешного развития молодых елей шренка вода особенно необходима. Однако поливная система в лесном хозяйстве «Жалан наш» уже совсем изношена. Объект был построен еще в советское время. С тех пор ирригационная система хозяйства ни разу не подвергалась какому-либо ремонту. Как оказалось, на ремонт этих сетей требуется порядка 160 миллионов тенге. Сейчас уже готова проектно-сметная документация. Однако из-за отсутствия этих средств в казне государства работы до сих пор не начаты. В целом, саженцы молодых елей шренка выращиваются во временном питомнике 4 года. Когда растение достигает высоты 15-20 сантиметров, его вывозят в лес и высаживают на диких территориях. Однако и тут их благополучный рост находится под контролем работников лесничества. А на самой территории запрещается туризм и выпас скота. Ведь елям требуется около 15 лет, чтобы достаточно окрепнуть и не нуждаться в уходе. Позже за ними уже наблюдают сотрудники патрульной службы. Жандос Смахов на протяжении 8 лет охраняет деревья, которые были выращены тяжелым трудом его коллег. Ежедневно он объезжает на лошади порядка 4 тысяч гектаров леса. За его круглосуточную работу по охране одного из ценнейших богатств Кигенского района он ежемесячно получает 130 тысяч тенге заработной платы. Оберегать, заботиться и защищать – это наша прямая обязанность. Мы делаем это 24 часа в сутки. Мы тут живем целой семьей. Со мной моя жена и дети. Да, зимой нелегко, но это наша работа. Несмотря на время года, мы круглосуточно на работе. Моя месячная заработная плата – 130 тысяч тенге. Всего в Кигенском лесном хозяйстве работают около 100 специалистов. Из них 43 заняты уходом за лесными угодьями. Минимальная заработная плата работников составляет 68 тысяч тенге. Максимальная – около 150 тысяч. С июля месяца по области планируется поднять заработную плату работников на 100%. Лесники утверждают, что одна из причин, почему молодежь не хочет приходить работать в отрасли – это низкий заработок. По одному только Кигенскому району дефицит специалистов составляет порядка 10 человек. Однако проблемы в лесном хозяйстве на этом не заканчиваются. Оставляет желать лучшего и состояние служебного транспорта. Износ 16 патрульных машин – порядка 80%. Некоторым из них уже более 40 лет. Руководством области были выделены средства на закуп служебных автомобилей. В ближайшее время ожидаем новый транспорт. Еще 10 миллионов 250 тысяч тенге было выделено на патрульный автотранспорт. Всего есть два крупных питомника. Один остался на территории области Житсу, а на ирригационную сеть второго питомника, который в Кигене, уже было выделено в прошлом году 13 миллионов тенге денежных средств. Стоит отметить, что общая площадь Государственного лесного фонда в области составляет свыше 2 миллионов гектаров. Охраной и выращиванием сосновок занимаются более 600 человек. Их служебная одежда должна обновляться каждые три года. Однако с 2015-го выдали новую спецодежду только в этом году. На экипировку Акиматам предусмотрено 50 миллионов денежных средств. В целом оснащенность лесохозяйственных учреждений технической базой составляет всего 72%. А ведь это весьма важная составляющая профессиональной жизни работников лесничества. Ведь причиной гибели лесников в области Абай стал не только пожар, но и отсутствие должной экипировки пожарных и работников лесничества. И только сейчас, после чрезвычайной ситуации и связанной с ней трагедией, отрасли начали уделять должное внимание.